Давайте послушаем сегодняшнее послание доктора Крефла Доллара. Если вы взяли свои Библии, тогда откройте со мной послание к Ефесянам, 6 главу. Мы говорили о том, что нам дана сила через кровь. Нам дана сила через кровь. Кровь Иисуса — это нечто большее, чем религиозное клише, о котором вы поёте или говорите время от времени. Дамы и господа, это оружие последних дней. Оружие последних дней, которым мы можем научиться пользоваться. И чтобы получить преимущество, чтобы получить силу от крови Иисуса, мы должны, во-первых, знать о ней. Одно дело иметь веру в исцеление, освобождение или процветание, или в хороший брак, или в Слово Божье. Всё это хорошо, но я хочу, чтобы вы увидели, что мы должны сосредоточить нашу веру на крови Иисуса. Потому что без крови Иисуса всё то, к чему мы имеем доступ, не было бы нам доступно. Всё это есть благодаря крови Иисуса. У вас не было бы доступа к спасению или рождению свыше. Вы не имели бы доступа к цельности, исцелению или избавлению. Вы не имели бы доступа к здравости, если бы не кровь Иисуса. Мы верили в исцеление. Но верили ли мы в кровь Иисуса, которая дала нам исцеление? Если мне удастся перенастроить фокус вашей веры и направить её к крови Иисуса, то вы переживёте новую силу в жизни, какой не испытывали раньше. Есть ли что-то плохое в том, чем вы занимались последние несколько лет? Развивали веру в Слово Божье? Конечно, нет. Но всё, к чему мы получили доступ через Слово Божье, было дано нам, потому что Бог возлюбил нас так сильно, что отдал Своего Сына. Иисус показал Свою любовь и пролил Свою кровь. И через Его кровь мы имеем доступ ко всему, чему мы так радуемся сегодня. Итак, что же значит верить в кровь Иисуса? Верить в кровь Иисуса — это знать, что эта кровь сделала для вас. Верить в кровь Иисуса — это знать, что кровь Иисуса принесла вам. Вы не можете верить в кровь Иисуса, не зная и не понимая, что она сделала. Иначе это просто будут религиозные слова. Я уже говорил вам, что моя власть в словах, которые я произношу. Мы должны взять нашу веру и превратить ее в исповедание. И мы должны взять это исповедание и использовать его в качестве плети для дьявола. И теперь, когда я верю в кровь Иисуса, я приму силу от Бога, потому что Бог позволил нам родиться свыше в честь Своего Сына, который пролил Свою кровь. И теперь, когда народ Божий начинает высвобождать свою веру в кровь Иисуса, Бог начинает двигаться быстрее, потому что они высвобождают свою веру в кровь, а Бог почитает того, кто почитает кровь Сына. Дело не в вас, а в Иисусе. И когда вы начинаете высвобождать свою веру в кровь, небеса начинают двигаться быстрее от вашего имени. Вы начинаете говорить, кровью Иисуса я исцелен, через кровь Иисуса я имею победу, через кровь Иисуса я имею все. Если вы сосредоточитесь на крови, то вы получите силу, которая приходит от нее. Вы понимаете это? И для того, чтобы принять силу от крови, вы должны, во-первых, знать о ней, то есть я должен научить вас этому. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Во-вторых, вы должны верить в нее. Библия говорит, что по вере вашей добудет вам, а это значит, что вы должны верить. Кто-то скажет, ну я просто не верю, значит у вас проблемы, потому что все это не будет работать, если вы не будете верить. Я должен знать о крови, должен верить в кровь. И в-третьих, я должен применять кровь. Если я хочу получить силу от крови Иисуса, то я должен применять кровь в повседневной жизни. Иначе говоря, каждый день своей жизни я должен применять кровь, А это значит, что я буду высвобождать веру и использовать ее. К примеру, сегодня я принимаю победу через веру в кровь Иисуса. Я принимаю исцеление через веру в кровь Иисуса. Я призываю кровь Иисуса против этой проблемы. Я принимаю, что мои дети исцелены, избавлены и спасены через кровь Иисуса. Что вы делаете? Вы используете ее каждый день. Чтобы враг не бросил против вас, вы будете применять против этого кровь. Послушайте, я хочу напомнить вам. Дьявол был поражен благодаря крови Иисуса. Кровь Иисуса привела сатану в вечное поражение. Вечное поражение, от которого он не в состоянии оправиться. И каждый раз, когда он слышит, как христианин применяет кровь Иисуса, он понимает, что все кончено. Но если мы знаем о крови, поем о ней песни, но не применяем ее в повседневной жизни, то мы никогда не получим силу крови. То есть, каждый день из ваших уст должно выходить что-то, что касается крови Иисуса. Аллилуйя! Я принимаю сегодня хороший сон через кровь Агнца. Аллилуйя! Я принимаю победу на работе через кровь Иисуса. Отец, я призываю кровь против болезни. Я призываю кровь против долгов. Отец, я не буду бояться, потому что я под помазанием крови Иисуса. Вы должны применять ее. Вы должны использовать ее каждый день. Некоторые из ваших друзей должны привыкнуть к этому. Ты будешь говорить что-то о крови сегодня? Да! Да будет мир между мной и тобой через кровь Иисуса. Вы слышите, что я говорю? И поскольку христиане не применяют ее в повседневной жизни, они не ходят в силе крови Иисуса. Есть так много прекрасных вещей, которые появляются в жизни, когда мы начинаем ходить в этом. Даже в прошлом месяце люди применяли ее, и произошло много чудесного. Если у вас есть какая-то зависимость, от которой вы пытаетесь избавиться, и вы были у врачей, были у психологов, я хочу сказать вам, есть нечто лучшее, чем ваш доктор и психолог. Когда вы развиваете веру в кровь Иисуса, то вы получаете силу крови Агнца. Если вы понимаете это, тогда скажите «Аминь». Итак, вы должны знать о крови, должны верить в нее, должны применять ее каждый день. И четвертое, должны ожидать чуда. Ожидайте его. Вы должны жить каждый день, ожидая чего-то хорошего. Вы должны применять кровь Иисуса. Ожидайте, что случится что-то хорошее, потому что вы имеете силу крови Агнца. Дамы и господа, если вы не знали, то хочу сказать вам, что если бы не кровь Иисуса, то вы были бы в аду. У вас нет шансов, если вы думаете, что сможете попасть на небо своими силами. Мы не спасаемся делами. Мы спасаемся, потому что была пролита кровь Иисуса. Аминь. И если мы поймем, тогда мы начнем получать преимущество и силу от нее. Сегодня я хочу поговорить с вами о силе крови. В крови Иисуса есть сила. Итак, слово. Давайте дадим ему определение. Сила. Это способность исполнить работу. Сила. Это способность получать результаты. Итак, когда вы говорите о том, что в чем-то есть сила, то вы говорите, что в этом есть способность получить результаты в физическом мире. Кровь Иисуса имеет силу. Она имеет силу или способность получать результаты. Я хочу рассказать вам, что существует шесть сфер, три из которых мы рассмотрим сегодня. Но существует шесть сфер, в которых кровь Иисуса будет высвобождать силу. Я хочу привести вам все эти шесть сфер, а потом мы рассмотрим первые три. Первое. Кровь Иисуса имеет силу освободить вас от всякой твердыни сатаны. Кровь Иисуса имеет силу, чтобы освободить вас от всякой твердыни сатаны. Второе. Кровь Иисуса имеет силу, чтобы защитить вас от всяких дьявольских атак. Кровь Иисуса имеет силу, чтобы защитить вас. Номер три. Кровь Иисуса имеет силу, чтобы дать вам абсолютную победу посреди бури. Кровь Иисуса имеет силу, чтобы дать вам абсолютную победу посреди бури. Номер четыре Кровь Иисуса имеет силу, чтобы дать вам прорыв в молитве После этого вам никогда не будет скучно во время молитвы Когда вам кажется, что небеса закрыты, призовите кровь, и вы увидите прорыв Номер пять Кровь Иисуса имеет силу, чтобы высвободить радость И все преимущества полноты искупления во Христе и Иисусе Высвободить радость и все преимущества полноты искупления Свобода от греха, от болезни, от бедности, от тьмы И последнее Номер шесть Кровь Иисуса имеет силу, чтобы сделать вас победителем на земле Сделать вас победителем на земле Через что бы вы ни проходили Вам нужно отвечать словами Я стану победителем Я выиграю все битвы и все суды Я выиграю Скажите, я победитель Я всегда побеждаю Каждый день Несмотря ни на что Знаете почему? Благодаря крови Итак, ваша победа в крови, а не в ваших способностях Она должна быть в крови Иисуса И первое, что мы рассмотрим сегодня, кровь Иисуса, которая дает нам силу, чтобы освободиться от всякой дьявольской твердыни Итак, освободиться от всякой дьявольской твердыни В крови Иисуса есть большая сила Вы согласны с этим? Сила его драгоценной крови преодолевает все силы демонов И дает победу всякому истинному верующему Это то, что мы должны знать Каждый день вступаем в духовную войну Это не битва против крови и плоти Но против духов и демонов Я знаю, что некоторые из вас слушают и думают Постойте-ка, вы говорите о демонах? Я не верю в демонов Когда вы в следующий раз будете вести себя Словно псих Посмотрите в зеркало И вы увидите демона Вот в чем дело Прямо сейчас существует демоническая активность И в сфере, которую вы не видите глазами, идет война Давайте откроем Писание Вы открыли Ефесянам 6 главу Посмотрите на 12 стих Готовы? Читаем Потому что наша брань не против крови и плоти Но против начальств Против властей Против мироправителей тьмы века сего Против духов злобы поднебесной Это список четырех классов демонов Начальства, власти, мироправителей и духи злобы поднебесной Эти демонические силы Хотят полностью уничтожить вашу жизнь Создавая в ней твердыни Демонические твердыни Которые дадут им доступ к вашему телу и вашей жизни Твердыня существует в разуме Вы держитесь за что-то в разуме И первым местом для атаки демонов становится ваш разум Они стараются повлиять на ваше мышление Постараются создать твердыню в вашем разуме Итак, дамы и господа Вот как начинается грех Дьявол пришел в виде змея, чтобы завладеть разумом человека Разве Бог говорил? Всего лишь предположение Вы должны понять, что ваш разум является полем битвы для веры Вы либо одержите победу, либо проиграете в разуме Каковы мысли в душе человека, таков и он Это дает вам понимание того, что происходит сейчас в мире Сатана хочет проникнуть в ваш разум своими мыслями Которые идут в разногласии со Словом Божьим Итак, вы не узнаете, что в ваши мысли проник дьявол Если вы не знаете Слово Божье Если вы не читаете Слово Божье И не изучаете его Тогда вы можете оказаться обманутым Они обманут вас Вы будете верить во все, что слышите и видите Почему? Потому что вы не изучаете Слово Я хочу сказать вам, что настало время церквям проповедовать Слово Божье Я хочу заявить Я не тренер личного роста Я проповедник крови Послушайте меня Ваше мышление должно быть в согласии со Словом Божьим В вопросах брака Ваше мышление должно быть в согласии со Словом Божьим Но вы не можете знать Слово Божьего Если вы не читаете его Если вы не изучаете его Если вы не обновляете свой разум Словом Божьим И тогда демоны говорят Оооо Библия говорит, что они ищут кого поглотить Они ищут невежественных христиан Которые хорошо кричат, бегают и поют Но не знают ничего Но я хочу сказать вам кое-что Дамы и господа Мы должны вникнуть в Слово Твердыня Это может быть то, что вы взяли где-то И никто до этого момента не мог убедить вас в том, что в этом есть что-то плохое И поэтому вы продолжаете поступать так изо дня в день Итак, вы рождены свыше Но вы в похоти Вы никак не можете остановиться Вы не чувствуете границ И вы говорите раз, потом другой И в итоге снова говорите Господь, на этот раз я говорю от искреннего сердца Но затем вы снова делаете И через шесть месяцев вы снова повторяете это И все это продолжается снова и снова Но я хочу представить вам оружие Которое в состоянии смести эту твердыню Похоже, вы не слышите, что я говорю Аллилуйя Некоторые из вас, кто застрял в порнографии Знаете, что вчера был последний раз Когда вы смотрели порнографию Потому что мы призовем кровь Иисуса Чтобы побороть эту твердыню в вашей жизни Если это не цепляет вас И вы не понимаете, о чем я говорю То просто сидите Улыбайтесь и говорите Аллилуйя Эти духи ответственны за все злое Что происходит в современном мире Они враги Бога Они враги Евангелия Они враги христианства Они враги праведности Если вы не знаете об их операциях и методах То вы станете их жертвой Поймите, дамы и господа Что нам известны оружия дьявола Все силы демонов находят место в разуме человека Он должен проникнуть в начале сюда И вот почему мы должны понять Что делать, когда приходит давление Мы не должны делать то, чего не стоит делать Бормотать под нос и жаловаться Люди, которые бормочут и жалуются Никогда не переживут прорыв Но стоит лишь призвать кровь Иисуса на эту твердыню Смотрите Откройте 2 Коринфянам 10 главу Я пройду этот путь с вами Если у вас есть какие-то твердыни То сегодня мы разрушим их с помощью крови Кто-то скажет Что, вот так просто? Да, так просто Вы готовитесь к тому, чтобы выйти отсюда свободными Завтра вы пойдете и скажете Знаете, что произошло? У меня больше нет желания Видите, кровь может разрушить это желание Один человек из Нью-Йорка сел в метро И увидел там рекламу моей книги Он вышел из метро и пришел в церковь, где услышал такую фразу Вы можете одержать победу во всех сферах жизни через кровь Иисуса Сила Божья сошла на него И он получил мгновенную свободу Он не мог ничего говорить Но затем подошел ко мне Когда я подписывал книги И сказал со слезами на глазах Я свободен! Я принимал наркотики! У меня нет желания принимать наркотики! Я не знаю, что случилось! Я просто призвал кровь! Когда вы призываете кровь, она приходит И он мог лишь танцевать и славить Господа Кровь не утратила своей силы Вы не слышите меня? Кровь не утратила своей силы Меня не волнует, какой сейчас год Не волнует, что происходит в мире Или что делает правительство Кровь не утратила своей силы Где мы? Второе Коринфянам? Десять? Где мы? Десять четыре, хорошо Читаем четвертый стих вслух Готовы? Читаем Оружия воинствования нашего не плотские Но сильные Богом на разрушение твердынь И этим оружием, которым мы разрушаем твердыни Является кровь Иисуса Кровь Иисуса является одним из сильных оружий Чтобы преодолеть вашего противника Помните Луки 10,19? Все даю вам власть В крови есть сила Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов Это демоны Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов Это демоны А это власть крови Иисуса Итак, через кровь Иисуса вы имеете способность Через кровь наступать на змей и скорпионов И на всю силу вражию И ничто не повредит вам Я хочу, чтобы вы все поставили руки вот так Скажите вслух Во имя Иисуса Я призываю кровь Иисуса На свой разум На свои мысли И во имя Иисуса Всякая негативная твердыня Я не спровергаю тебя Через силу Которая есть в крови Иисуса Я свободен От всяких демонических твердынь И я принимаю победу Через кровь Агнца Аминь Слава Богу Слава Богу Второе Кровь Иисуса имеет силу, чтобы защитить вас от всего, что дьявол направляет к вам Она имеет силу защищать вас от дьявольских намерений Кровь Иисуса имеет силу, чтобы защитить нас от всякого зла и всех дьявольских атак И когда вы под кровью Иисуса Христа Дьявол не может причинить вам вреда Кажется, вы не слышите меня Когда вы под кровью Христа Дьявол не может причинить вам вреда Вы должны знать это Он воспользуется этим Если вы не знаете о том, что дала вам кровь Но когда вы знаете, что находитесь под кровью Иисуса Вы понимаете, что дьявол не может навредить вам И когда пилот говорит, что с самолетом что-то не так Вы не должны паниковать Потому что вы находитесь под кровью И дьявол не может навредить вам Скажите своему соседу, «Не волнуйся, я под кровью. Будь со мной. Со мной ничего не случится, так же, как и с тобой». Люди готовы слышать Евангелие, когда самолет падает. Это самое лучшее время в мире для проповеди. Я хочу вызвать вас на покаяние. Приходите все. Вам не придется много говорить. Скажите, «Я под кровью». Дьявол не может навредить вам, пока вы под кровью Иисуса. Посмотрите на 90-й Псалом. Я хочу показать вам нечто невероятное, что принесло мне благословение, когда я это увидел. Я много лет просил об этом, и теперь я доволен. Псалом 90. Мы рассмотрим его детально. Псалом 91 стих. Кровь имеет силу, чтобы защитить. И когда вы знаете это и исповедуете, вы можете гонять дьявола весь день. Что-то приходит к вам, а вы говорите, «Постой-ка, благодаря крови Иисуса я защищен». Вы должны высвободить веру. Вам не будет никакой пользы из того, что я учу. Если вы будете держать все в себе, вы должны превратить свою веру в исповедание и использовать ее в качестве хлыста, чтобы отгонять врага. Каждый раз, когда в ваш разум приходят глупые мысли, мы должны сказать вслух, что кровь Иисуса разрушила эту демоническую твердыню. Вот как высвобождают веру. Вы должны сказать, «Но я стесняюсь». Вам нужно избавиться от стеснения, открыть рот и начать говорить Слово Божье, чтобы дьявол знал, что вам известно. Когда он начнет искать пути, дайте ему знать, что вам известно. Пусть он знает об этом. Пусть он знает, что ему встретился христианин крови. Слава Богу! Если он придет и постарается обвинить вас или опустить, то вам стоит открыть рот. Кровью Иисуса я искуплен. Кровью Иисуса я очищен. Кровью Иисуса я избавлен от всякой вины. Я куплен кровью Агнса, кровью Иисуса. И словом своего свидетельства, я преодолеваю тебя, дьявол. Эти демоны быстро побегут от вас. Но большинство из них даже не думают, что вам что-то известно. А когда вам известно, то происходит нечто сильное. Аллилуйя! Вы начинаете ходить иначе благодаря этому. Вы больше не выходите из себя, не злитесь, потому что вам больше нечего бояться. Злость — это всего лишь проявление страха. Вы больше не должны злиться, потому что страха больше нет. И если страх постучится вам в двери, то он увидит кровь. Я не боюсь тебя, дьявол. Это все, на что ты способен? Я под покровом крови. Я защищен. Ну как? Ты рыкаешь, как лев, но у тебя нет зубов. Если бы ты был псом, то гавкал, как Вальду. Гав? Христиане должны получить эту уверенность. Есть много глупых вещей, но вы должны знать, кто вы и на что способна сила крови. Вы больше не можете бояться, что вы потеряете дом. Вы не можете бояться, что потеряете что-то. Нет, нет, нет! Я призываю кровь Иисуса! Итак, вы открыли 90-й псалом. Давайте прочитаем вместе первый стих. Готовы? Читаем. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Прочитаем еще раз. Иисус, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Жить под кровью Иисуса Христа – это жить под сенью Всемогущего. Жить под кровью Иисуса Христа – это использовать ее каждый день, живя под сенью Иисуса. Это сень, или тайное место, является кровью. Вы видели когда-нибудь дома с наклейками на окнах? Я видел несколько домов с наклейками на окнах, на которых написано, «Этот дом находится под покровом крови». В этом нет ничего плохого. Некоторые из вас могут подумать, «О, они пытаются быть религиозными. В этом нет ничего плохого». Нет, нет, нет. Это один из способов, которым мы признаем защиту крови Иисуса от зла и его дел. Мы должны превратить нашу веру в исповедание и использовать ее для того, чтобы гнать дьявола. Я знаю, о чем некоторые из вас думают. Так что нам тоже на дом наклеить? Я вообще хочу выбрать место, где можно будет выгравировать. Этот дом находится под покровом крови и последняя часть крови Иисуса. И если придет какой-то грабитель, водимый бесами, и бес увидит, что дом покрыт кровью, то бес уйдет из грабителя, а грабитель из двора. А все потому, что кровь Иисуса ни с кем не шутит. Да, да, да. Это местописание. Откройте второзаконие, шестую главу. Откройте, и вы поймете, что этот дом покрыт кровью. Я должен признать, что этот дом покрыт кровью.